В Швейцарии завершился первый этап конференции по сирийскому урегулированию «Женева-2». Впервые за все время гражданской войны в Сирии в одном зале оказались непримиримые противники – представители правительства Башара Асада и вооруженной оппозиции. В качестве посредников выступили ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты и Россия, а также министры иностранных дел более 40 государств. Еще до начала встречи некоторые из участников сомневались в ее успехе, и они оказались недалеки от истины. Главным камнем преткновения стал вопрос об участии в будущем переходном правительстве президента Асада, рассказывает Дмитрий Хухлаев. Международная конференция по разрешению сирийского кризиса сохранила название «Женева-2», несмотря на то, что была перенесена в курортный городок Монтре, расположенный на берегу все того же Женевского озера. В связи с этим в Монтре были приняты беспрецедентные меры безопасности. Неудивительно, туда съехались высшие чиновники ООН и Евросоюза, а также ведущие дипломаты из более чем 40 стран. Представители сирийского правительства и оппозиции впервые встретились лицом к лицу за три года кровопролитного конфликта, унесшего жизни более 120 тысяч человек. Открыл заседание генеральный секретарь ООН Пан Гимун, который предоставил слово враждующим сторонам. Те даже не пытались скрыть накопившиеся друг к другу ненависть и раздражение. «Если вас действительно заботит гуманитарная ситуация и условия, в которых сейчас живут мирные сирийцы, уберите от нас ваши руки, прекратите накачивать Сирию оружием, прекратите поддерживать террористов, снимите санкции и осаду сирийского народа. Используйте элементарную логику, и только тогда мы сможем гарантировать, что в стране вновь воцарится покой, вне зависимости от ваших страхов и опасений». У оппозиции на сегодня, похоже, единственное требование, чтобы в будущем переходном правительстве не было Башара Асада. «Асад – вот корень зла. Мы говорим «демократия», они говорят «Асад», мы говорим «свобода», они говорят «Асад», мы говорим о судьбе целой нации. Они об одном единственном человеке. Главная проблема – это Асад. Он должен уйти, чтобы начался переход страны на демократические рельсы». «С этим, согласно и Соединенные Штаты, госсекретарь Керри исключил даже теоретическую возможность того, что сирийский президент может стать частью будущего политического процесса в этой стране». «Наше общее желание сформировать переходное правительство означает, что оно не может быть сформировано, если есть возражения с той или другой стороны. Это значит, Башар Асад не может быть частью переходного правительства. Невозможно себе представить, чтобы человек, который столь жестоко расправляется со своим собственным народом, сохранил возможность руководить страной». Глава российской дипломатии был более взвешен и сдержан. «Межсирийские переговоры не будут ни простыми, ни быстрыми. Существует немало тех, кто на словах «Приветствуя Женеву-2» на деле не хочет ее успеха. И все же конференция дает пусть далеко не стопроцентный, но реальный шанс добиться мира». Министр Лавров также сказал, что ему странно отсутствие в Женеве представителя Ирана, одного из ключевых игроков в регионе. Генсекуон буквально в последний момент отменил приглашение туда Ирана, главного союзника Асада. Его президент Хасан Рухани заявил сегодня, что присутствие в Швейцарии стран, поддерживающих террористические группировки, воюющие против режима, оставляет мало надежд на то, что «Женева-2» будет успешной. В отличие от политической части встречи, дискуссия о необходимости увеличения гуманитарной помощи Сирии прошла с большим успехом. Китай со своей стороны увеличил ее на 3,5 миллиона долларов. После «Женева-2» сирийский конфликт, конечно же, не утихнет сам собой. Однако общее коммунике по ее итогам должно очертить направление, по которым все заинтересованные стороны должны двигаться, чтобы приблизить его завершение. Пока же этот процесс откровенно буксует. Дмитрий Хухлаев, телекомпания «Арт-ТВАЙ».